Пойдем дальше. Елена Александровна Савельевича, знаете почему? Сейчас, это палочка-выручалочка. Так, есть повод поговорить. Это на пятый год заплодоносили сиротолинские абрикосы, но слегка оккультуренные. Вот так. И сам факт, что на пятый год, это уже интересная информация. И второе, значит, потом, попозже, все-таки иногда говорят, а вы не отвлекайтесь, вы нам просто довольствов. Причем вот этот каприз и требования стали какими-то... Многие уже привыкли, что я всегда под козырем, да? Трехчасовая фирма длинная, на час часовой длинная, полчаса. Сейчас последние были по 10 минут, по 3 минуты. Вот теперь меня ругают за то, что короткие. И, короче, получается, человек говорит, не отвлекайтесь, нас интересует только садоводство. Причем так требовать, а знать, как будто я и правда обязан кому-то за бесплатные вебинары. Вот. Идем дальше. Значит, где-то через какое-то время, когда я вам надоем, я вам расскажу, как спастись от головной боли. Вот. А это напоминало, как я обещал, Леонид Александрович. Так. Марина Боровинская. Вот. Интересное письмо получил. Марина Костяновича участок у Чудопалова. На черках название района, а там бывшее болото. Но у него растет почти все. Фруктовая, ягодная, зеленый сад. Фильм есть. Вот он. Хабаровск. Та-та-та-та-та. Ютуб. Здесь он в своем саду. Можно сад увидеть и деревья. Если написать поисковике, это я вам. Я хочу, чтобы вы познакомились. Я слышал, он живой, но он это. Он настоящая легенда. Сейчас таких осталось. Там, в Дальнем Востоке, сами знаете. Вот. Это там. Два-три человека. Вот. Он следует Чудопалова. Это легенда. А я о нем до сих пор ничего не знал. Ну, так бывает. Невозможно все ухватить. Вот. И тут такой повод. Я открываю. С удовольствием смотрю на Чудопалова. Действительно, фамилия. Чуть-чуть для пальца или как перевести. Это же действительно Чудотворец. И вот его фильм. Смотрел с огромным удовольствием. Спасибо. Наконец-то я это самое. Еще одну закрыл. Это пустую страницу наполнил в голове. Этими. И дальше. Если написать в поиске веке Ютуба «Зеленый сад Хабаровский», вы увидите и Михаила Заварухина, крупный питомниковод. Не садовод любитель, а профи. Чудопалов знает по Малоге чуть ли не всякого сорта наизусть. Смотрите. А тут еще и Заварухин. Давайте знакомиться. Мэй А. Заварухин после недолгого проживания в Канаде, ведет за некоторым, агитирует заворачивание деревьев не кустом, как в Канаде. То есть не так, слово не так, не так прочитал. Агитирует заворачивание деревьев кустом, как в Канаде. Чудопалов. И, наконец, я на этом бы остановился, но тут есть такая строчка, которая меня удивила. Я хочу узнать, в чем. Я хочу сравнить. Чудопалов хвалит Евреевскую академию за селекционное достижение. Посмотрим. Допустим, что-то я не знаю. Я бы хотел, во-первых, я обращаюсь к человеку Марина Боровинская, доведите все дома. Можете вы поискать, потому что вряд ли бросится Чудопалов обещать мне, за что он хвалит Евреевскую академию. У меня сложилась неприятная картина. Студентам не учат ничего хорошего. Студентам, простите, не знают и не умеют выращивать сады. Что-то знают, но не главное. Понимаете, да? И вот я тогда взял... Вот смотрите. Как получается? Я дальше этого не шел. Возможно, есть какой-то секретный осады, где действительно выращивают какие-то чудеса. Но существует схема. Научный сельский институт. Так? Вот. Нет, даже не с этого насчет. Начинается с учебного заведения. Там выпускают людей суперспециалистов. То есть непростые, как мы, любители. Ткнул мимо, ткнул это. Вот. Корнями вверх, кроны вниз посадил. Это понятно. А там уже настоящая наука. И вот выпускники становятся специалистами. Они идут в учебные институты. Иседовские. Они выращивают новые сорта. Сорта передают ГСУ. ГСУ их хранирует в каждом котлетном месте. И сотен выбирает. Пусть единицы, но лучшее. Потом это все передается государственной питомнике. Передавалось. И потом вся округа, вся в садах. В этих, в абрикосах, в сливах. Вот. В яблоне. Все. Все замечательно. А на деле я вам потом покажу. Вот. Письмо вы вахните. Мы это. Ой, потом не буду отвлекаться. Итак. Что получается? Мне стало интересно. Вот. Что-то получается, я не знаю. Когда я открыл. Саженцы Тимуретской академии. Я увидел свою фотографию. Так. Я увидел вот эти все фотографии из интернета. То есть. Продают некие саженцы. Для того, чтобы их вырастить, нужно иметь сад абрикосовый. Так. Ну, можно хитрить. Там НПО Россия. Большую часть, по-моему, большую часть поливает абрикосы на вишни. Ну, понятно, что из этого получается вот. Но это потом. Через несколько лет. Вот. Не первый год. Успевает продать. Так. Это еще ладно. Пол саженца абрикосового. Половина чертовых кустарник. А здесь получается совершенно непонятно. Я тогда вот это посмотрел. Думаю. Ну, может быть, я в другом месте найду. Тогда... А, это еще вот это. Видите, это красивое такое вставочка. Я вот это вот показываю. Крупный план. Вот. Сейчас мы с вами разберемся. Почему? Потому что это очень важно. Потому что тебе резюк академии саженцы продает. И даже по домам разложит. А что? И вот получается. Новый сорт отечественной селекции. Получен велимином в результате опыления сорта. Смесью пульси сорта. Лучий митюльский товарищ. Примитый на сливы для лучей. Успех не подопревает. И самое интересное здесь это самое. Я потом вам найду еще такие цифры, что у вас сейчас это. Броситесь к ним покупать. Но дело-то в том, что это моя фотография. Это моя фотография. Я ее показывал уже долго-десяток раз. Она самая популярная из моих фотографий. Она скромная. Для меня это середничок. Вот. Таким образом она стала популярной. Такая. Что ее все прислают. Итак. Питомник. Еще раз говорю. Вначале получается новый сорт. А селекция это есть новая сорта. Да. А потом доходит до выращивания и до продажи. А так как это моя фото. Что они продают? Вот. И потом. Они его назвали успех. Я не говорю, что если где-то было написано Серафим. А у Серафима есть автор. А я только клонами занимаюсь. Тиражирую. Все было бы нормально. Но раз успех, значит, вот это, знаете, это самое. Из пальца выставить. Вот. Вот это мне не понравилось. Но это всего лишь понятно. Зарабатывать надо, кушать надо. Вот. Питомнику надо жить. Хорошо. Вот. Я когда посмотрел на свою несчастную фотографию, вот эту вот, да? Вот она. Вот тут, если вот так вот искать, сколько раз вы туда вниз идите. Я вам помню, сколько раз показал. Тут их штук сто. Потом она вот в таком виде. Потом в таком ее развернули. Вот так. Видите? Здесь вот так, здесь вот так, здесь вот так, здесь на бок, а здесь еще на бок. А она все одна и та же. И счет пошел на сотни обманутых людей на сотни тысяч, на миллионы. А питомников сотни, которые прислали себе право считать, говорит, что это она. Сейчас я не буду ее терять время, показывать вам, где она на моем этом. А вдруг кто-то скажет, что я мошенник. Опа. Опа-па-па-па. А вдруг? Сейчас это, я даже знаю, где она у меня есть. Вот, сейчас, 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 сейчас. Вот. Да, на девушек не глядеть, полуголых. Вот. Вот так, я сейчас снизу. Я сейчас снизу. Я сейчас снизу. Сейчас найдем. И год назову. Из какого фотоаппарата сделано, назову. Сейчас, 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 сейчас. Ага, это уже, скорее всего. Вот она, ага. Ну-ка. Тип элемента. Файл, вот этот с трех букв. 30 июля 2008 года сфотографирован в 9.43. Вот. Теперь скажи, что это не мое. Так, все, больше у меня это. Кстати, вот это украдено. Вот это вот. Вот это украдено. Так. Теперь. Вот, вот это украдено. Так. Ну, и если полистать, в общем, все, возвращайся. Когда мне с вами раз оточить, идем дальше. Вот. Тогда я, значит, нашел еще один питомник. И опять не Мерезовский. И вот смотрите, любой может позвонить в 8. Вот прямо сейчас вот кто-то взял бы. Вот там же у нас же сейчас, в Москве сейчас полпятого. Вот. Взял бы. А потом еще бы громкий звук сделал и записал. А потом бы нам передал. Я бы, естественно, в вебинаре бы показал. 8 977 943 34 69. Вот. И здесь моя фотография. Видели? Видели? Вот. И я тогда придумал так. Наверняка. А так, как остальные. Опять все с этого. С интернета. Все это с интернета. Они. Они. Вот любой возьмешь. А там одинаковых. Не похожих к одинаковым. 100. 100. 100. Там 80. Замучивайся там листать. И вот я к чему говорю. Я когда-то видел на «Жигулях». Был вот сзади плакат написан. Такой крупный, красивый. Такой буквой. Мерседес. Вот. И вот получается, что на этом мои познания закончились. Но. Тем не менее. Считаем. Я хочу. Читопалов уважает их. Допустим, он ограничился тем, что зашел на этот сайт. И увидел вот эти же красивые, которые им не принадлежат. То есть, обман чистый. А может, есть какое-то засекреченное. Мы не знаем. А там ведется работа. Знаете, я же люблю поговорить. Когда-то появилась рекламнейшая такая статья. Неверятнейшая. По-моему, Китина написал. Старство небесное. Про колонавидное яблоко. И там на первом плане была такая яблоко. А там одни яблоки, яблоки, яблоки. И все почти не видно. Вот. А что-то задним уже никого не интересовало. И там бралось вот это урожай одного яблока. Это ведро садится, как помидоры с густотой. На гектаре кто-то тут же умножил на эти гектар. То есть, на тысячи, на тысячи. Сколько можно размечиться. И этот урожай из одного умножил на эти тысячи. И получилось. И вот эта цифра была. И вот тогда вся страна заболела. Я знаю, я участвовал в этой болезни. А потом, когда вместо колонн пошли обыкновенные. Эти самые необыкновенные карлики, да. Если честно, то привиты на отводки. Не на отводки, а на укорененные палки. Микро, так называемые. Эти самые микроподвое. Чтобы они специально не росли большими. Не давали больших ролей. Значит, метр, полтора и все. А на самом лучшем метре фотографии там их целое ведро. На лучшем. И вот это все было. А потом, когда они разошлись по стране. Их начали прививать, на чем попало. Тиражировать, как я, как все. У них качества расплылись. И тогда те, кто истинные питомника воды. Обвинили тех, что у нас работают люди. А они обслуживают персоналу. Кто-то прививает. Кто-то там граблями работает. Кто-то тяпкает. И они наворовали якобы этих самых. Челеков начали сами штамповать. Вот. А они у нас были сырые. И поэтому настоящий колновидок нигде вы сейчас... А, и продавать начали. Уже эти. Кстати, заметьте. Железов не продает колновидки. Я себя к мошенникам не отношу. Они начали продавать. Вы их покупаете, а нас проклинаете. А настоящий колновидок вы и не видели. Они у нас чуть ли не засекречены. И вот я сейчас хотел бы узнать, где у них абрикосы. Павел Троценко вступил в связь, в информационную связь с этим, который отвечал за такой вот этот самый питомник. Там была фамилия. Я специально не хочу так листья раз. Уволят же к черту. Вот. И он надавил его, тыкал мордой вот этим же. И вот. И тот признался, что у нас абрикосы есть, но не плодоносят. Это была полуправда. Раз они есть, значит, их черта растет. Как можно, не имея косточки, вырастить абрикосы? Вы не знаете? А у них есть какая-то технология. То есть абрикосы якобы есть. Ну, подумайте плодоносят. С сальвисами торгуют. А плодон нет. Поэтому они вынуждены были вот это вот все брать из интернета. Вот. Теперь я хочу знать правду. Кто-то когда-то скажет, да, есть засекреченные эти. Там выращивают новые супер сорта, которые для вас, Валерий Костеевич, вы о таких и не мечтали. А это ширпотреб. Вот. Кушать хочется. Скорее всего, так оно и есть. Но есть ли настоящая наука? Я не знаю. Почему? Если выпускников научили убивать деревья. Молодые, средний возраст. Просто убивать, уничтожать физически. Вот. В, наверное, в детском саду, где растут супер сорта абрикосов, тоже, наверное, скалеченные деревья. А тогда как они могут быть? Я знаю, сколько было неудач. Там фамилию называют ботаническом саду. Как раз по этой же причине. Так. Ну и еще один вариант. Видите как? Если там была ссылка на якобы этот успех, вот те товарищи сделали. А теперь один из наиболее зимостойких сортов полученных. И, наконец, то, чего там не было. Здесь решили. А, у нас страна ледяная. Давай-ка заморочим голову. Зимостойкость деревьев. Особенно светочек почек высокая. Сохранялась при температуре 39,9. О, ребята. Вот это вы забрались. Ну, что я скажу. Где он за секретный сад? Вот. Или просто чудо-пау стал жертвой. Он не так копал, как я. Во мне ревность заговорила. Вот. Мою фотографию взяли. Ну, тогда давайте, если вы продаете успех. Где мои 10%? Только из одной фотографии-то у этого. Если бы вы поместили здесь в два раза меньше плоды, допустим, более для вас реальные, то, наверное, вам бы меньше покупали. Где мои 10%? А? Смотрите в глаза. Я уже утрирую, извините. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!